Среди персонажей городских легенд штата Огайо есть существа под названием дыни головы или арбузоголовы. Рассказы о встречах с ними начались с конца 1960-х и актуальны до сих пор. Описывают этих существ как людей с огромными словно раздутыми головами. Встречаются дыни головы в глухой сельском местности в основном в Огайо, но иногда их видят и в других штатах. Выглядят дыни головы вполне по-человечески, ничем не напоминая серых пришельцев или других известных монстров. Однако черепа у них непомерно раздуты как у больных гидроцефалией. Также иногда упоминается очень острые треугольные как у акул зубы дыни головы. Встречаются с этими существами в основном лесные туристы или случайные одинокие путники. По одной из версий, дыни головы были следствием мрачного медицинского эксперимента. Якобы когда-то в эти места приехал некий доктор Кроу, у которого оказался доступ к детям-сиротам. Доктор начал проводить на детях свои безумные эксперименты, в результате чего у детей выросли головы из-за искусственно вызванной гидроцефалии. Из-за этой гидроцефалии дети якобы начали сходить с ума один за другим и убегали в леса. По другой версии, жена доктора Кроу сочувствовала детям и сама помогла им убежать и скрыться в лесах. Во время одного из таких побегов жена Кроу погибла в пожаре, так как дети случайно опрокинули керосиновую лампу. Согласно этой версии, встречающиеся сейчас дыни головы, это либо потомки детей, унаследовавшие огромные черепа и безумие, либо призраки тир детей, обреченные на вечные скитания по местным лесам. Еще одна легенда о происхождении дыни головых связывает их также с медициной, но на этот раз секретным правительственным экспериментом. Из-за этих экспериментов у людей черепа увеличились не из-за наличия в них воды, как при гидроцефалии, а из-за резкого увеличения объема головного мозга. Как и в первой гипотезе, пациенты однажды сбежали из лаборатории, так как очень хотели попасть в мир обычных людей, но там их принимали за монстров, после чего дыни головы вернулись в эти леса и бродят тут до сих пор. Правительство для сокрытия секретного эксперимента якобы после нарочно выпустило множество эксцентричных баек о встречах с дыни головами, чтобы превратить реальную историю измученных людей в очередную теорию заговора, приверженцев которых считают чудиками. Так или иначе, где-то в лесах Огайо якобы ходит некоторое количество этих дыни головых, находя себе пропитание в виде местных животных. Говорят, что время от времени в этих лесах находят останки животных, причем следы нападения не указывают на привычных местных хищников. Дыни головы достаточно агрессивные существа и по ночам выходят на охоту не только на животных, но и на людей. Они будто бы даже и на друг друга могут напасть в голодухи. Самый первый случай встречи с дыни головым датируется 1964 годом. Группа подростков ехала куда-то на автомобиле и увидела на обочине дороги человека с огромной головой, который смотрел на них. Когда подростки решили подойти к нему, существо кинулось в кусты. Подростки пошли за ним в лес и вышли на поляну со старым домом. На крыльце сидели престарелые мужчина и женщина и вокруг них ходило несколько дыни головых. Выглядело все так сюрреалистично, что подростки спросили старика, что тут происходит, а старик рассказал, что эти существа их дети, которые родились такими из-за воздействия радиации. Когда-то он работал ядерщиком в правительственной программе. Старик сказал, что правительство заплатило им, чтобы они молчали и уехали в глухое место, где их детей никто не увидит. Старик попросил подростков ничего не рассказывать о них, но подростки не удержались и рассказали своим друзьям об увиденном. И когда они сей компании снова решили поехать к тому дому, на пустынной грунтовой дороге их внезапно остановил крупный патруль полиции, который в этом месте выглядел как инородным телом. Ребята рассказали, куда они едут, но полиция стала их уверять, что все это выдумки и городские легенды. Но ребята не хотели уезжать и тогда их арестовали и привезли в полицейский участок. Отпустили их лишь, когда за ними приехали родители. Неизвестно, пытались ли они потом поехать к тому дому или их настолько сильно запугали, что они позабыли дорогу туда. Еще одна история о встрече с дынеголовами описана в книге «Странности США. Ваш путеводитель по местным тайнам и легендам Америки», вышедшая в 2001 году. Очевидец по имени Тони утверждал, что ехал в окрестностях города Шардон, Огайо. И одно из этих существ пыталось бежать за его автомобилем. Он описал его как обычного роста человека с тонкими руками и ногами, но огромной головой. Существо недолго бежало за автомобилем, но потом скрылось в лесу. Цитирую его слова. «Он был ростом примерно с меня, то есть около 5 фунтов 7 дюймов 170 сантиметров. На нем были коричневые брюки, очень грязные и рваные, и белая рубашка, покрытая темно-красными пятнами. Возможно, что это была кровь. Голова была светло-коричневого цвета, и ушных раковин не было, лишь небольшие отверстия по бокам. Голова была вся раздутая, и глаза тоже казались крупными». О другой встрече с дынеголовами рассказала женщина по имени Кейли, и случилась она во время ее визита в нежилой особняк в округе Алиган, штат Мичиган. Кейли исследовала заброшенную усадьбу вместе со своими друзьями, когда вдруг группа столкнулась в здании с кем-то еще, чья голова выглядела непомерно большой. Цитирую ее слова. «Мы не знали, кто этот человек. Но мой друг крикнул ему «Привет!» и дружелюбно махнул рукой. Странный человек ответил на это непонятным хрюканьем и пошел на нас быстрым шагом. Внезапно нас обуяла волна ужаса, и мы как можно быстрее выскочили из здания и кинулись к нашей машине. Мы снизили скорость лишь тогда, когда были в нескольких милях от особняка». Другой случай произошел в 2009 году и был опубликован на сайте Криппи Клевланд. Очевидец под именем Джей Би все детство жил в местности возле дороги Вайшер Роуд, штат Огайо, проходящей через лес. Именно тут он однажды увидел дыни голового, который напал на его собаку. Цитирую. «Это случилось ранней осенью около 10 часов вечера. Я услышал, как моя собака на кого-то лает, и я выбежал из дома, чтобы посмотреть, кто там. Я нашел собаку с раной, из которой текла кровь. А потом посмотрел в сторону леса и увидел быстро удаляющийся в том направлении фигуру человека с очень большой головой. На следующее утро я отправился туда, увидев его следы, но потерял их в ручее». Дорога Вайшер Роуд является тем местом, где дыни головых видели неоднократно. Вероятно, они живут где-то неподалеку. Еще одной такой дорогой является Вильвет-Стрит, которая проходит через городки Трамбол и Монро в штате Коннектикут. Встреча с дыни головым на этой дороге была описана в книге Джозефа Цитро «Странная новая ана». Случай этот произошел в 1980-х годах с группой девушек Меган, Сью, Ким, Деп, Джен и Карен. Девушки вместе отдыхали в пятницу вечером и решили ради веселья поехать на эту дорогу и поискать приключений. На самом деле они и не думали, что реально встретит дыни голового и потом сильно пожалели об этой поездке. Девушки заехали подальше в лес и потом медленно поехали по дороге, хихикая и рассказывая друг другу все страшные байки, которые они знали. Внезапно свет фар их автомобиля выхватил у обочины возле дерева невысокого человека в оборванной одежде и с огромной головой, а глаза его при этом светились оранжевым светом. Когда напуганные девушки на скорости проехали мимо этого существа, желая как можно быстрее убраться оттуда, существо громко и маниакально хихикало. Вот такая вот страшная городская легенда. А вы верите в этих существ дыни головых?